Сейчас лед на улан-удэнских реках еще рыхлый и тонкий. Он меньше 10 сантиметров, а значит опасный. Водолазы говорят, провалившихся этой осенью нет. Но это не потому, что люди стали осознаннее и перестали рисковать, а потому что им просто везет. А вот если не посчастливилось и вы оказались в полынье, то важно соблюдать два главных правила – не паниковать и не мочить голову. Расставились широко руки и закидываем ногу. Сначала одну, затем вторую. Затем мы переворачиваемся на 2-3 метра и уже ползком стараемся выйти на сушу. Если вам вздумалось перейти реку в период ледостава, то возьмите палку. Ей можно проверять прочность ледяной корки. Лучше всего отправляться на некрепкий лед вдвоем и взять с собой веревку. Ею в случае провала можно вытащить пострадавшего. В момент, когда вы выбрались на поверхность, нужно найти обязательно теплое помещение, снять с себя всю мокрую одежду, попросить кого-нибудь вас расстелить, либо самому растереть себя до красна и выпить что-нибудь горячее. Либо чай, либо воду. Но ни в коем случае не употреблять алкоголь. После ценных советов от водолазов с инспекторами МЧС отправляемся на поиски тех, кто игнорирует правила безопасности на водоемах. Впрочем, искать особо никого не пришлось. Рыбаков на леде больше, чем рыбы. Вы когда выходили на лед, вы думали о том, какие средства спасения с собой взять или нет? Нет, я знал, здесь глубина небольшая. Какая глубина на водоеме в данном месте? В этой протоке около метра глубина. Толщина леда какая? Толщина около 30 сантиметров на данный момент. Вы уверены, что она является безопасной для леда? Да, более 20 сантиметров уже можно выходить. Рыбакам инспектор вручил памятки о том, как вести себя в период ледообразования. А после измерил толщину льда. Толщина льда на месте составляет 30 сантиметров. Рыбак оказался прав. В этой протоке действительно можно ловить рыбку без опасений за свою жизнь. Но, да, река непредсказуемая. Лед тут схватывается с разной скоростью. В протоке, где нет течения, он образуется быстро. А в основном русле, где много промоен, медленно. Спасатели говорят, безопасны сегодня только реки на севере республики. На Улан-Удэнские реки лучше выбираться только в третьей декаде декабря. Анна Зуева, телекомпания АТВ.